Слендермен Это высокий худой мужчина, одетый в черный костюм с белой рубашкой и черным галстуком. У него длинные тонкие руки и ноги, а лицо вовсе лишено черт. Его руки способны растягиваться, а из спины растут щупальца. При появлении Слендермена его жертва теряет память, испытывает бессонницу, паранойю, а из носа течет кровь. Если в местности заметили Слендермена, значит вскоре пропадут дети. Он заманивает их в лес, лишает рассудка и уносит с собой. Тех детей, которых увлек Слендермен, больше никогда не видели. В 1983 году в городе Стирлинг Сити в США пропало 14 детей. Их исчезновение связывали со стройным человеком. Позже в библиотеке города нашли снимок неизвестного фотографа, который сделали в этот день и на нем якобы присутствовало это чудовище. В 2014 году два подростка попытались убить свою подругу, потому что им, как они утверждали, приказал это сделать Слендермен. Обе девочки попали в психиатрическую лечебницу, одна на 25 лет, а другая на 40. Легенда о Банши. Согласно ирландскому фольклору, Банши – это дух из потустороннего мира. Она является в образе уродливой женщины, родственникам и друзьям того, кому предстоит умереть. Считается, что если Банши плакала недостаточно громко перед кончиной, то на том свете ее вопли будут в несколько раз хуже. Банши выглядит как страшные женщины-крикуньи – старухи с распущенными седыми волосами, со страшным морщинистым лицом и скелетоподобный худобой. Легенда о Мэри Шоу. В 1941 году в одном из театров американского города Рейвенс Фейр выступала некая Мэри Шоу со своей куклой Билли. Однажды один из зрителей, маленький мальчик, назвал женщину обманщицей. Он увидел, что губы женщины двигались, когда разговаривал Билли. Спустя несколько недель мальчик пропал. Жители города и родители мальчика обвинили чревовещательницу в его исчезновении. Вскоре Мэри Шоу нашли мертвой. Если верить местной легенде, семья Эшин, родные мальчика, совершили над женщиной самосуд. Они ворвались в гримерную, заставили Шоу кричать, а после чего вырвали ей язык. Перед смертью женщина пожелала, чтобы с ней похоронили всех ее кукол. После похорон чревовещательницы, в Ревенсфейр начались массовые убийства. И жертвами преступления оказались те люди, которые подняли руку на шоу. Им также, как и Мэри, вырвали языки. Легенда о Штриге Фольклор каждой страны наполнил историями о переродившихся людях, которые получили новые способности. Одним из таких существ стал Штрига. Будучи людьми от рождения, они превратились в страшных монстров. Из-за пагодной привычки питаться человеческим мясом. В средние века Штрига относился к ведьмам. Не исключено, что они могли быть разновидностью вампиров Древнего Рима или оборотней. В конечном счете Штриги – это мертвые мифические существа. Но используя жизненную силу убитых семей, они продлевают свое существование. Убить монстра можно только каленым железом во время приема пищи. Легенда о всадниках апокалипсиса С каждым днем наш мир увязает бесчисленных и непрекращающихся греховных падениях человечества. В пророчестве, заканчивающем Новый Завет, говорится, что как только наступит апогея человеческого грехопадения, Всевышний сошлет на землю свой гнев и волю его исполнит четыре всадника апокалипсиса. Имена их – чума, война, голод и смерть. Всадники не появляются сразу. Их миссия последовательна. Приход каждого всадника сопровождается срыванием печати с книги Откровений. Предполагается, что приход каждого всадника принесет за собой зло и неимоверные страдания для человечества, которое утонуло в грехах. А на этом у меня все. С вами был канал Легенды Сверхъестественная. До новых встреч!